Это не совсем обычная клавиатура, и необычно в ней почти что всё. Это и беспроводное подключение, и ход-свап-система, и форм-фактор 65-процентный. Ну а что в этой клавиатуре есть из преимуществ и недостатков, расскажу тебе в этом видео. Привет, меня зовут Арсений, и ты на канале Игроман. Ну а это обзор игровой механической клавиатуры от Hathor. Hathor Skyfall Hex. Поехали! Цена образования клавиатуры довольно странная, ведь бюджетной я её явно назвать не могу. На момент записи этого видео прайс в Украине составляет 2200 гривен, или же 6000 рублей. И в этой ценовой категории уже имеются конкуренты, в числе которых и Z, и Dark Project, и ряд других менее компактных бордов. За примерами далеко ходить не надо, а при помощи фильтров E-каталога выставляем интересующий нас ценовой диапазон и фильтры форм-фактора. Ну и конечно же тип клавиатуры механическая. Далее добавляем интересующие нас варианты в лист сравнения. И вуаля! Теперь вы можете наглядно сравнить девайсы и выбрать подходящий. Но в карточках товара есть отзывы реальных пользователей и действительно полезные обзоры, поэтому при выборе игровых девайсов и не только, используй E-каталог. Ссылка будет в описании. Покупать игровые девайсы с умом это безусловно круто, но ещё круче будет узнать комплект поставки Hathor Skyfall Hex, не правда ли? Итак, в коробке помимо девайса лежит бюджетный пластиковый пуллер, металлический пуллер скоба, инструкция по эксплуатации и USB-A-USB-C кабель в белой тканевой оплётке. В общем, вполне стандартный комплект поставки. А вот раскладка у Skyfall Hex не стандартная. Всё благодаря 65% форм-фактору. Так, шрифты у клавиатуры длинные. Enter одноуровневый, ряд F-клавиш отсутствуют, а стрелочки выделены в отдельный блок. Но и над блоком стрелок красуется компактный блок с клавишами Insert, Delete, Page Up и Down. Шрифт у клавиатуры довольно минималистичный, и имейте в виду, что кириллических символов у клавиатуры нет. Кейкапы у клавиатуры выполнены из полибутилентерифталата с использованием технологии двойного литья. Но ожидать чуда от этих кейкапов тут уж точно не стоит. Ведь это довольно бюджетный PBT-пластик, к тому же, судя по ощущениям, с обильной примесью ABS. Но, правды ради, на кейкапах все же присутствует еле заметная шершавость, характерная PBT-шкам. А вот с толщиной стенок кейкапов беда. Во-первых, она может быть разной у одного кейкапа и варьироваться от 1 мм до 1,3 мм. Ну, а во-вторых, даже среднее значение в 1,1 мм, которое попадалось чаще всего при измерениях, является далеко не эталонным показателем. А вот символы подсвечиваются ярко и равномерно. Все благодаря северному размещению SMD-светодиода подсветки, профиль стоковых кейкапов OEM. Присутствуют у борда и индикаторы, которые выполняют базовые функции. Функцию же индикатора зарядки на себя взяла клавиша FN, которая мигает при низком уровне заряда батареи. Форм-фактор Skyfall Hex еще одна отличительная особенность этой клавиатуры. Это 65%-борд. И в отличие от дефолтного 60%-борд варианта, у Skyfall Hex имеется еще и отдельный блок со стрелками. Мне такой форм-фактор показался действительно оптимальным решением. А подойдет ли такой форм-фактор вам? Дайте свой фидбэк в комментариях. Лично меня порадовало и наличие ход-свап-системы в клавиатуре. К слову, тут установлены ход-свап-сокеты от Gateron, при помощи которых вы без пайки сможете заменить стоковые переключатели на любые другие механические. А в стоке тут уже стоят довольно неплохие свитчи. Речь про Gateron Clear. Это линейные переключатели со стандартным ходом SMM в 4 мм, но при этом сила нажатия лишь в 35 граммов. Нажимаются они действительно очень легко и с непривычки у некоторых пользователей, возможно мисклики. Но опять же, никто не мешает вам заменить стоковые свитчи на выбранные вами. В стоке эффекта песка у клиров замечено не было, а вот небольшое шатание стема все же присутствует. Но это уже особенность всех механических гатов. Как уже было озвучено ранее, Hathor Skyfall Hex беспроводная клавиатура. Подключается клавиатура при помощи протокола Bluetooth 5-й версии, которая обеспечивает стабильную связь и хорошую энергоэффективность. Внутри корпуса клавиатуры расположен аккумулятор на 2000 мАч. Шумоизоляции внутри корпуса нет. Ну и безусловным преимуществом является еще и закрытый тип строения этого борда. Благодаря этому звук при тайпинге становится значительно тише, чем у того же скелетона. Но несмотря на закрытое строение клавиатуры, Skyfall Hex остается довольно шумным бордом, так как стабилизаторы у клавиатуры смазаны ну очень халатно. Лишь приглядевшись на одном из стабилизаторов, я увидел некое подобие смазки. И то до конца в этом я не уверен. Другими словами, стабилизаторы гремят. Безусловно, это легко исправить, спасибо Ходсвапу. Но за 6000 рублей уже хочется получить хорошее решение из коробки. А в нашем случае доработка просто необходима. Ну а что дорабатывать точно не придется, так это нижнюю часть клавиатуры. Снизу расположился переключатель беспроводного режима, 4 прорезиненные ножки и 2 дополнительные выдвижные. Также с прорезиненными накладками. Настроить макросы и подсветку можно как при помощи сочетания клавиш, так и при помощи довольно простого программного обеспечения. Жаль, что только в ПО не отображается уровень заряда аккумулятора батареи. Подключается же клавиатура при помощи модульного USB-C кабеля в случае проводного варианта, который при желании вы без проблем сможете заменить. Ну а по итогу клавиатура получилась действительно интересной. Единственное, что цена в 6000 рублей, если переводя гривны в наши вечно деревянные, немного настораживает. Ну а свое мнение по поводу этой клавиатуры можешь прямо сейчас написать в комментариях. Я с удовольствием их почитаю, отвечу на интересующие тебя вопросы. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман. Покупай правильные игровые девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok